Пока цена биткоина колеблется около 68 тысяч долларов, он переживает исторический объем покупок. По покупкам это была одна из самых больших недель для главной криптовалюты с 2020 года. Давай поговорим об этой черной дыре биткоина, которая поглощает деньги. Но прежде чем мы начнем, не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коин. Передал? Большое спасибо за поддержку. Итак, главная новость. Спотовые биткоин ETF-ы за 5 дней купили 31 639 биткоинов. Это очень неплохой результат. Посмотри на отдельные ETF-ы. Fidelity в понедельник купили на 240 миллионов долларов. BlackRock во вторник почти на 300 миллионов. В среду почти на 400. В четверг на 309 миллионов долларов. Невероятно большие цифры. Даже у ARK Invest, как мы видим, два торговых дня закрылись на сумму более чем 100 миллионов долларов. Это просто безумие. И чтобы понять масштабы прошедшей недели, за эту неделю майнеры добыли 3150 биткоинов, а спотовые биткоины ETF-ы купили 31 438 биткоинов. На самом деле немного больше, 31 639 биткоинов, как мы говорили. Но в любом случае это просто невероятно. Вопрос в том, как долго это продлится. Это нам и нужно выяснить. За две недели в биткоины ETF-ы поступило 2,5 миллиарда долларов. Потоки капитала намного превышают тренд. Это вот эта розовая линия. И это третий, самый крупный период накопления биткоинов за всю историю существования спотовых биткоин ETF-ов. Похоже, что впервые финансовые консультанты начинают испытывать интерес к биткоину. Кроме того, совокупные потоки денег в ETF за все время достигли нового исторического максимума – более 23 миллиардов долларов. Это красная линия на этом графике. Мы не видели такого большого всплеска, как за последние дни, с мая или июня этого года. Видимо, институционалы пробуждаются, финансовые консультанты пробуждаются. И четвертый квартал этого года обещает быть очень интересным. И все это происходит на фоне заявления генерального директора BlackRock Ларри Финка о том, что биткоин – это класс активов, сопоставимый по инвестиционному потенциалу с золотом или с рынком жилья США. Ларри Финк говорит, мы считаем биткоин отдельным классом активов. Напомню, это управляющие активами на сумму более 11 триллионов долларов. Ларри Финк, кстати, немного занизил значение регулирования для биткоина, говоря, что не регулирование, а широкое признание и ликвидность будут способствовать расширению биткоина. Под расширением он имеет в виду не только рост цены, но и рост пользователей биткоина. Именно поэтому Ларри Финк предсказал дальнейший рост цифровых активов и трансформационный потенциал блокчейна в глобальных финансах. И поэтому, независимо от того, ограничат ли Соединенные Штаты, или Европейский Союз, или другие правительства криптовалюты, реальность такова – криптовалюты не нуждаются в них. Это они нуждаются в криптовалютах. Ведь если ты хранил деньги в евро, ты терял около 40% покупательной способности. Далее, после халвинга прошло 180 дней, то есть полгода, и мы все еще в этом диапазоне. Если мы взлетим выше 70 тысяч долларов и закрепимся выше этого уровня, который я здесь обозначил желтым, мы окажемся на неизведанной ранней территории, где еще нет никаких уровней сопротивления. И чтобы понять важность этого, обрати внимание на последний раз, когда цена биткоина попадала на неизведанную территорию. Это было вот здесь, в декабре 2020 года, когда цена биткоина преодолела 20 тысяч долларов в предыдущий исторический пик. Она оказалась на неизвестной ранней территории, где еще не было никакого движения цены до этого. Сам видишь, что случилось с курсом в период с декабря 2020 по ноябрь 2021. И если мы сейчас пробьем 70 тысяч долларов и закрепимся выше этого уровня, нас может ожидать практически то же самое. Но есть кое-что, о чем тебе нужно знать, о том, что происходит за кулисами. Меня это поразило. За последние пять торговых дней, как я уже упоминал, спотовые биткоины ETF увидели значительные чистые притоки средств на сумму более 2 миллиардов долларов. При этом на долю BlackRock пришлось более половины этих притоков. И что действительно поразительно, так это то, что из 80% прямых инвесторов, которые купили спотовый биткоин ETF от BlackRock за последнюю неделю, 75% никогда раньше не владели спотовым биткоин ETF от BlackRock. Об этом заявил главный инвестиционный директор BlackRock по ETF и индексным инвестициям. То есть это были абсолютно новые клиенты BlackRock, не старые. BlackRock очень доволен появлением новых клиентов, покупающих спотовый биткоин ETF. Еще одна хорошая новость. Опционы на биткоин ETF уже на подходе. SEC дала зеленый свет, и Нью-Йоркская фондовая биржа в скором времени запустит опционы на спотовый биткоин ETF. Это привлечет больше институциональных денег и ликвидности, что является хорошей новостью для биткоина. Теперь, говоря о SEC, надеюсь, Гарри Генслер уйдет после президентских выборов США. Нам нужна смена режима в SEC. Он снова атакует криптовалюты, такие как Solana, Cardano, Polygon и Binance Coin. Регулятор продолжает утверждать, что эти токены торгуются как незарегистрированные ценные бумаги и отвергает любые способы компромисса. Правда, SEC опять же не может обосновать, почему это ценные бумаги. Ripple XRP уже был признан судом неценной бумагой. И как я уже говорил, если XRP неценная бумага, то я даже не знаю, что является ценной бумагой. Это действительно странный режим под руководством Гарри Генслера, который должен уйти. Держим кулаки, что в составе регулятора произойдут изменения. И Дональд Трамп обещал уволить Гарри Генслера. Также большие новости от экономического блока BRICS, некоторые страны из которого выразили заинтересованность в начале регулярных инвестиций в цифровые и криптоактивы. BRICS заявляет о готовности принятия цифровых валют для инвестиций. Это очень большие новости. Представь себе, что к Сальвадору и Бутану присоединятся, например, Китай, Индия или Бразилия, которые тоже начнут регулярно инвестировать в биткоин на ежедневной основе. Это окажет существенное влияние на цену главной криптовалюты. Тот факт, что они принимают криптовалюту и биткоин, должен стать сигналом для мира, что криптовалюты и цифровые активы – это реальность, с которой придется считаться. И те, кто не будет этого делать, отстанут. И, кстати говоря, это уже происходит в Германии. Основатель Сэмсон Моу выступает в немецком парламенте с докладом о том, как Германия может превратить биткоин в свой стратегический резерв. Как жаль, что они продали свои 50 тысяч биткоинов, когда они стоили около 50 тысяч долларов. Ведь теперь им придется покупать его за 69 тысяч долларов. Теперь давай вернемся к биткоину. Киты накапливают биткоины такими темпами, которых мы не видели с 2020 года. И мы все знаем, что произошло в последний раз, когда киты это делали. Посмотри на эти два момента. Сегодня и в 2020 году вот здесь. Что было в последний раз, когда киты активно накапливали биткоин? Что произошло? Биткоин ушел в безудержный рост. От примерно 3-6 тысяч долларов до 69 тысяч долларов. Я не ожидаю такого же эффекта и на этот раз, поскольку верю в уменьшение доходности с каждым новым циклом. Похоже, киты знают, что что-то происходит. И они накапливают биткоины с той же скоростью, что и с июля 2020 по январь 2021. Посмотрим, повторится ли история, а повторяется она часто. Но это не финансовый совет, если что. Майкл Сейлор призывает корпорации принять биткоин в качестве казначейского резерва. По его мнению, биткоин открывает новую эру революции капитала и не только защищает от инфляции, но и помогает компаниям повышать стоимость их акций. Самый яркий пример акции – компании MicroStrategy. И мы видим, что все больше и больше компаний внедряют стратегии с использованием биткоина. Сейчас мы находимся в той стадии, когда уже не только розничные инвесторы использовали биткоин как резерв, но и компании, и даже целые страны готовятся сделать то же самое. Вспоминается свежая статья от экономистов Европейского центрального банка, в котором они заявили, что существование биткоина обедняет как тех, кто им владеет, так и тех, кто купил его позже всех. ЕЦБ утверждает, что ранние инвесторы биткоина крадут экономическую ценность у тех, кто купил позже. И это может создать социальные беспорядки. А значит, нужно либо не допустить роста его цены, или полностью его запретить. Похоже, Европейский центральный банк хочет ввести жесткие налоги и даже запреты на основе этих аргументов. Интересно, что в своих заявлениях он также смоделировал ничтожное количество биткоинов, которое останется доступным для опоздавших инвесторов. Вот этот график. И это ведь не что иное, как признание Европейским центральным банком дефицитной природы биткоина. По-моему, это бычий сигнал. Я могу сделать вывод, что Европейский центральный банк сейчас испытывает сумасшедшее чувство упущенной выгоды. Они почему-то считают несправедливым то, что кто-то уже годами накапливает биткоин, несмотря ни на что. Однако важно сейчас хранить свои биткоины на холодном кошельке, потому что никто не знает, что Европейский центральный банк может сделать дальше. Возможно, начнет запрещать биржи на территории Евросоюза. Возможно, он попытается сделать так, чтобы биткоин сейчас упал, чтобы купить его дешевле. Но пока Европейский центральный банк плачет, что опоздал с покупкой биткоина, я хочу сказать, они будут снова счастливы, когда поймут, что купить биткоин никогда не поздно. Майкл Сейлор предсказывает цену биткоина в 13 миллионов долларов на протяжении следующих 21 года. Представь себе, ты покупаешь актив за 50, 60, 70 тысяч долларов в августе, который через 20 лет вырастет до 13 миллионов долларов. Так какая разница, за 50 мы его купили или за 60? И поверь мне, 21 год пройдет очень быстро, даже слишком быстро. Поэтому Европейский центральный банк, ты еще не опоздал, радуйся. Одна из самых главных тем для современных людей, особенно молодых, это покупка своего жилья. Я постоянно слежу за этими графиками, которые меня поражают. Во-первых, это цены на жилье в США. Но ситуация с ценами на жилье везде, в принципе, одинакова. Напиши в комментариях, откуда ты и как изменились цены на жилье и аренду в твоем городе по сравнению с 2020 годом. Интересно будет узнать. Сейчас же люди не могут себе этого позволить в США. Ведь в этом году доход, необходимый для покупки дома, вырос до 111 тысяч долларов в год. Но мы все привыкли выражать цены жилья в долларах США или в локальных валютах. И поэтому привыкли, что они постоянно растут и растут быстрее, чем наши возможности накопить. Но что если я скажу тебе, что на самом деле жилье дешевеет? Да, оно сейчас гораздо дешевле. Гораздо дешевле, чем 10 лет назад. Если выразить его в биткоине. Это цены на жилье в США, выраженные в биткоинах. Около 10 лет назад оно стоило около 37 тысяч биткоинов. В 2014-16 годах уже около 1000 биткоинов. В 2021 году около пары сотен биткоинов. И сейчас средняя цена на жилье составляет 6,12 биткоина. То есть цены на жилье обвалились с 37 тысяч до 6 биткоинов за последние 10 лет. Я делюсь этим потому, что вероятно в ближайшие 5 лет наступит момент, когда средняя цена дома в США будет равна 1 биткоину. Фактически биткоин это еще и способ приобрести собственное жилье тогда, когда оно считается недоступным. Так что следи за этим внимательно. Это просто интересный способ отслеживать тенденции. Ведь люди спрашивают, стоит ли держать недвижимость как актив. Если посмотреть на этот график, похоже у нас появился актив, который доминирует над недвижимостью. Говоря о тенденциях, давай посмотрим, как распределяется капитал среди криптовалюты, а также пользователи и разработчики. Вот топ-50 за эту неделю. Биткоин вырос на 9%, многие активы упали. Но лидером этой недели стал DoggyCoin, причем неоспоримым. Мемы снова в огне. На втором месте Аптос, затем Лайткоин. На третьем. Лайткоин, скорее всего, попал в топ-3 лучших криптовалюты недели из-за того, что рынок ожидает скорое появление спотовых Лайткоин ETF. Некоторые управляющие активами уже подали свои заявки. И на четвертом месте опять Биткоин Кэш. Теперь хочу поделиться данными из индикатора Smart Contract Platform Profiler. Это очень важный инструмент, который помогает оценивать различные криптомонеты. Он учитывает так называемую полностью размытую рыночную капитализацию криптовалюты и ежедневное количество транзакций в ее блокчейне. Чем больше капитализация и меньше транзакций, тем менее эффективно используется проект. Этот инструмент помогает лучше оценить не только реальную стоимость криптовалютных проектов и частоту использования их сетей, но и то, какой блокчейн дешевле для использования. Естественно, чем он дешевле, тем больше пользователей он привлечет. Никто не хочет платить 200 долларов комиссии за транзакцию в 300 долларов. И сейчас мы видим, что один из самых дорогих блокчейнов это Cardano. На втором месте Stax. Интересно, что недавно Stax был на первом, но Cardano его обогнала. На третьем месте Ethereum и на четвертом Polkadot. Самые дешевые сети это Sui, Solana, Aptos, Near, Sey, Tron и другие. Причина, по которой я упоминаю это, заключается в том, что внезапно заговорил Чарльз Хоскинсон, создатель Cardano. Он заявил, что через 20 лет Cardano станет больше, чем Bitcoin или Ethereum. Всякое может быть. Но если посмотреть на эту таблицу, кажется, что Cardano еще есть над чем поработать, чтобы привлечь либо новых пользователей, либо переманить старых у других сетей. Просто я вижу, какой хайп сейчас вокруг этого заявления, но смотри на реальные анчейн данные. И вот еще один взгляд на эту ситуацию. Ежедневные активные пользователи Cardano увеличились до 26 тысяч, в то время как у Solana их около 6 миллионов, 5,7 миллиона. Это примерно в 230 раз больше активных пользователей по сравнению с Cardano. У биткоина около 375 тысяч пользователей, что больше, чем у Ethereum. И нужно отметить, что долгое время у биткоина было меньше пользователей, чем у Ethereum. Просто смотри, куда идут капитал, пользователи и разработчики. Кстати, вот еще одна интересная таблица. Solana обслуживает почти половину всех активных пользователей криптовалютами на планете. 100 миллионов пользователей из 220. Это поражает. Кстати, на втором месте сейчас находится блокчейн Base, 22 миллиона активных пользователей. Эфир находится на третьем месте, 6 миллионов пользователей. Это если мы говорим про блокчейны на базе Ethereum Virtual Machine. На данный момент у нас 220 миллионов месячных активных адресов по всем блокчейнам. А это уже одна пятая от миллиарда. Нам нужно сделать всего лишь X5, чтобы криптовалютой пользовались 1 миллиард человек. Нереальные цифры, особенно для человека, который активно следит за рынком с 2018 года. Практически на ежедневной основе. И я говорю про себя. В 2018 году я даже мечтать о таком не мог. Хотя и предполагал. Меня поражает, как далеко мы уже ушли. Хочу еще задеть тему Теслы и ее новых роботов. Многие были разочарованы, говоря, что роботами управляли дистанционно. Но на этой неделе Тесла выпустила новое видео, демонстрирующее улучшенные возможности робота Optimus. Также было сказано, что на мероприятии V-Robot они не хотели использовать автономных роботов, которые свободно бы перемещались среди людей. Им нужно было обеспечить безопасность. Но чтобы развеять все сомнения, новая демо показала автономного робота Optimus, который теперь может исследовать незнакомые пространства, не боясь врезаться в людей или препятствия благодаря нейросетям. Эта версия робота не была представлена на мероприятии. Представь, если бы что-то пошло не так, робот кого-то бы ранил или что-то в этом вроде, это была бы катастрофа. Также автономная версия робота показала способность подниматься по лестнице. И еще одна новинка – грузоподъемность. Теперь Optimus может нести 11 килограмм груза на подносе. Это не очень много, но это уже хороший результат. Также робот может самостоятельно находить и подключаться к зарядному устройству. Взаимодействие с людьми также улучшено. Теперь робот может подавать еду и напитки. Мы видели некоторые из этих функций на мероприятии V-Robot, но теперь показано, что он может делать гораздо больше, чем люди думали. Немного макроэкономики. Дефицит бюджета США увеличился до 6,3% ВВП. Обычно это соответствует уровню безработицы в 7,2%. Также мы видели достаточно серьезный скачок госдолга на этой неделе на 500 миллиардов долларов. Кажется, кто-то начал печатать денежки перед выборами, которые состоятся уже совсем скоро, буквально через считанные недели. И обращаясь к теме выборов, рынок сейчас сосредоточен на одном важном событии 5 ноября. Это день президентских выборов США. Независимо от того, кто победит, одно точно – выборы завершатся. И, наконец, будет подтвержден новый президент США. Как мы уже обсуждали на этом канале не раз, инвесторы ненавидят неопределенность. Поэтому завершение выборов – это завершение неопределенности. Когда этот фактор неопределенности исчезнет, вероятно, начнется рост. Аналитики говорят, что если победит Трамп, рынки взлетят, потому что его политика больше поддерживает криптобизнес, инвесторов и тому подобное. Что, очевидно, будет позитивным фактором для рынка на протяжении следующих четырех лет. Также стоит отметить, что Трамп недавно запустил токен, связанный с его недавно объявленной платформой World Liberty Financial. Это платформа DeFi Web 3.0. По сути, он провел ICO – первичное предложение токенов, которое прошло не очень удачно. Сайт во время старта продаж токенов испытывал технические проблемы, при этом было продано всего лишь 1,7% от намеченной цели. СМИ радостно подхватили эту неудачу, называя ее криптомошенничеством. Как бы там ни было и каковы бы ни были намерения, важно то, что Трамп использует эту технологию и поддерживает криптовалюты. Поэтому победа Трампа будет позитивной не только для американцев, которые держат криптовалюты, но и для мирового крипторынка. Если взглянуть на Polymarket, крупнейший в мире рынок предсказаний, то за 20 дней до выборов шансы Трампа на победу оцениваются в 60%, а Харрис – в 40%. В любом случае стоит помнить, что предвыборные обещания кандидата не всегда оправдываются в реальности, так что не стоит слишком сильно очаровываться, чтобы затем разочарование не было таким же сильным. Кроме того, какая разница, кто вообще победит для биткоина? Биткоин лишь краткосрочно отреагирует на это, но на долгосрочной дистанции для биткоина ничего особо не изменится. Как говорит генеральный директор BlackRock Ларри Финк, ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не являются факторами для биткоина, поскольку биткоин – это класс активов сам по себе, и он никак не привязан ни к Трампу, ни к Камале Харрис. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok